Здравствуйте! В эфире канал Культуры, программа Наблюдатель, студия Андрей Максимов. Я хочу сказать, что мы довольно долго собирали этот эфир, потому что нам хотелось собрать самых-самых-самых психологов и поговорить с ними, собственно, про то, что такое психология, является ли она наукой, если является, то какие в последнее время были сделаны принципиальные открытия, а самое главное, как нам самим быть со своей психикой, если мы нормальные вроде бы люди, но проблемы все время возникают. Вот мы собирали, собирали, собрали. Я вам сейчас буду представлять этих гостей, хочу предупредить, дорогие зрители, буду долго перечислять их должности, а вы вслушайтесь, потому что это не просто так. Вот эти должности, бывает, знаете, там скажут, не имеет значения. А здесь вот каждая должность, она очень важна. Представляя гостей, я прошу всех, у нас, я повторяю, три доктора психологических наук, поэтому я считаю возможным каждому из вас задать один и тот же вопрос, попросить на него ответить. Даже не вопрос, я попросил бы вас продолжить фразу. Психология – это наука, потому что… Почему, собственно говоря, психология – это наука? Я начинаю представлять наших гостей. Борис Сергеевич Братусь, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей психологии МГУ, член-корреспондент Российской академии образования. Итак, психология – это наука, потому что… Потому что она имеет свои законные закономерности. Их не так много, но они есть. А всё, что имеет свои законные закономерности – это наука? Да. Понятно. Ваша позиция понятна, дальше мы её обсудим. Вадим Артурович Петровский, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией персонологии, специальную для этого слова, персонологии развития Института дошкольного образования и семейного воспитания Российской академии образования, профессор кафедры психологии личности МГУ и высшей школы экономики, член-корреспондент Российской академии образования. Итак, психология – это наука, потому что… Вот будет мне наука, надо менять вывеску. Я уже давно не работаю в двух местах, которые обозначены. Я профессор высшей школы экономики. Хорошо. Да. Значит, для меня психология – это наука, потому что я никогда не знаю в точности, что произойдёт дальше, но могу прогнозировать и могу сверить свой прогноз с реальностью. Я попрошу вас отдать мне ручку, на секундочку. Да. Я вам дал. Я напишу, что вы как бы называетесь? Профессор высшей школы экономики. Я профессор высшей школы экономики. Ну, сейчас я представлю следующего гостя. Дмитрий Викторович Ушаков, если опять что-то неправильно у нас поправится, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией психологии и психофизиологии и творчества Российской академии наук, заместитель главного редактора научного журнала психологии, журнала высшей школы экономики. Правильно? Правильно. Итак, психология – это наука, потому что… Потому что она доказывает то, что она говорит. То, что доказывает свои суждения, это и есть наука. Когда у нас есть суждение «человек добр», то мы не можем сказать «наука это или нет». А если она может доказать, что он добр, это наука? Да. Значит, наука – это то, что может доказать… Вот если можно доказать, что суждение – это наука, нельзя доказать, что суждение – это не наука. Да. Более того… А нравственность – это разве наука? Ну, я бы сказал так. Понимаете, наука – это всего лишь метод. Определённый метод, который сами учёные себе установили. Вот тогда скажите мне, если… Я добавлю ещё о том, что, согласно одному из крупных философов, Карлу Попперу, к науке относится то, что опровержимо в эксперименте. Если эксперимент может опровергнуть некоторое предположение, а предположение выстоит под натиском эксперимента, то это наука. Вот тогда у меня возникает такой вопрос, абсолютно, мне кажется, он такой, ну, человеческий вопрос. Если психология – это наука, то в науке должны быть открытия. Любой человек знает, что был Фрейд, и что он заметил, что у человека есть подсознание. Он много чего другого сделал, но вот это люди знают. А после Фрейда были какие-то принципиальные открытия в науке психологии? Я не знаю, кто готов. Вы знаете, я бы, наверное, изменил точку зрения. Значит, есть такое высказывание, оно замечательно точное. Психология имеет древнее прошлое и короткую историю. Значит, всю историю человечества, начиная с шумеров и прочих, были люди, которые смотрели на других людей и что-то очень тонко о них замечали. Вся литература, весь Шекспир, там, не знаю, там, так вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика и так далее. Это тончайшие, тончайшие наблюдения психологические. И это древность, начиная с древности. Не было такого времени, когда не было людей, которые что-то не могли сказать о психологии. А как наука, она возникла совсем недавно. Сто с лишним лет назад, в 1879 году. И она стала доказывать очень простые вещи. Хорошо. А как, неважно. Если вы откроете, дорогие зрители, любой учебник истории психологии, то там вначале психологами называются все великие философы. Они все там существуют как психологи. Ну, не все, но очень многие. Аристотель, например, есть в учебнике по психологии. Но дальше она стала наука. Что она открыла? Так вот, я продолжу. До 1879 года человек не мог о себе сказать на вопросе, кем вы работаете, кто вы. Он не отвечал, психолог, никогда. Он говорил, я писатель. Ну, вы и тонкий психолог. Да, конечно. Я философ. И, так сказать, еще вот... Хорошо. Понятно, что стала такая наука. Такая маленькая наука. Стали люди. Наука не бывает маленькая, большая. Наука. Вот стали люди этим заниматься. Что они открыли? Вот, вы знаете, я хотел бы продолжить немножко, да? Одно из самых лучших определений психологии принадлежит философу, лингвисту, математику по своим стартовым позициям, переводчику Гегеля, Густаву Густавовичу Шпету, которого, к сожалению, в 1937 году не стало. Он сказал, что психология – это объективная наука о субъективных явлениях. Замечательно. Я сейчас отвечу на ваш вопрос напрямую. Значит, было время, когда я считал, что я знаю все, потому что я знал Фрейда. Ну, читал Фрейда. А если что не знаю, мне мои аспиранты расскажут или студенты своими вопросами. А потом я открыл книжку Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» и был ошеломлен тем, что он открыл для меня новые реальности. Ну, например, что в каждом из нас не один субъект, не одно «я», а много «я». Я взрослого человека, я родителя, я ребенка. И эти «я» находятся в разных отношениях друг с другом. Меня это ошеломило. Это подтвердило то, что я чувствовал интуитивно. Но это было открытие, которое сделал кто-то другой, и оно на меня повлияло. И вот таких открытий в психологии много. Ну, например, ролевая жестокость. Люди, которые получают роль контролера, они могут проявлять фантастическую звериную жестокость. Хотя это вполне обычные интеллигентные люди. Они становятся жестокими, потому что им дана такая роль. Да. А наоборот, если человеку дана роль воспитатель детского сада, это порождает в нем доброе? Это может порождать. Значит, мои коллеги подсчитали число фраз, которые произносят воспитатель детского сада, и которые имеют негативный смысл. Порицание, наказание порядка 80%. Потому что я очень большой, я умный, я знаю наперед, что будет. А ты ведешь себя иначе. Как-то я понял, что я не знаю профессии, которая должна в человеке порождать доброту. Если ты не воспитатель детского сада, то кто? Есть такая профессия, которая порождает? Да, психотерапевт. Психотерапевт, психолог-консультант, который действительно нацелен на то, чтобы видеть в человеке ресурсы роста, это его профессия. Это не юрист, это не прокурор, это человек, который видит потенциал развития человека. Я бы тут сделал одну заметку. На самом деле, как говорил Короленко, на плохих должностях должны быть хорошие люди. Понимаете, значит, здесь две вещи. Здесь как бы роль есть, и есть вся судьба человека. Вся судьба человека, поэтому, ну, скажем, не, так сказать, дезавире, замечательное место психотерапевта. Психотерапевт может заниматься кем-то другим для того, чтобы повысить свою самооценку. Это как в отсутствии профессии, но ты все говоришь так далее. Ну, так же нельзя делать. Это как бы, ну, понятно, что человек может на любой работе брать взятки, но это не ухудшение, не делает саму работу по себе плохой. Конечно. Поэтому здесь то же самое. Конечно. Но есть плохие положения. Действительно, работа конвоира и быть одновременно добрым, конвоируемому, трудно и опасно. Вот Вадим Артурыч объяснил на самом деле много чего, поэтому, Дмитрий Сергеевич, я вас спрошу другое. Вот для вас лично, вы, наверное, это помните, какое открытие психологии было наиболее таким, которое наиболее сильно на вас воздействовало? Ну, знаете, я бы хотел все-таки ответить на этот вопрос вообще, поскольку на него, наверное, столь же трудно ответить, как физику, если его спросить, а что открыла физика, или химику, если его спросить, а что открыла химика. Скажем, есть область, начнем одно область, каким образом человек перерабатывает информацию, как он воспринимает иллюзии восприятия, восприятие цвета. Оказывается, например, вот это вот открытие на психфаке МГУ было сделано, мы можем представить цветовосприятие в виде четырехмерной сферы. Цвета относятся друг к другу таким образом. Это имеет определенное отношение к физиологии. Дальше мы можем говорить о том, как память человека работает. Есть там знаменитый объем 7 плюс минус 2. Это тоже закономерность. Конечно, вот область, которой я занимаюсь профессионально, это интеллект. В области интеллекта описаны различные виды интеллекта. Обнаружи созданы, скажем, инструменты для их измерения, описаны, как они относятся между собой, какова структура интеллекта. То есть открытий много. Открытий много. Дальше есть открытие в области социальной психологии. Например, явление, там, скажем, ингрупповой фаворитизм, аутгрупповая дискриминация. Феномен обращения. Каким образом происходит обращение. Влияние меньшинства. Что вот не только конформизм есть в отношении большинства, но меньшинство влияет. То есть вот эти вот вещи можно перечислять. А скажите мне, пожалуйста, вот мы очень много, я так понимаю, сейчас я это узнал, я думаю, что вы сейчас это узнали, что мы все-таки очень много узнали о человеке, скажем, со времен Фрейда. Много чего нового мы про него узнали. Я бы даже добавил так, что вот я бы не делал здесь в качестве некого пункта Фрейда. Потому что вот Фрейд, это то, что говорит Фрейд, это, во-первых, очень дискуссионно. И, во-вторых, в плане доказательности это не столь сильно. Да, я кстати хочу сказать, что есть такая психолог, которую гости знают наверняка, Карен Хорни, все ее книги про то, что все, что писал Фрейд, неправильно. Ее даже в свое время выгнали из какой-то ассоциации психологически за это. Но хорошо, но не важно. Насчет Фрейда замечательно сказано, что Фрейд ошибочен в каждой детали, но верен в целом. Да, но не важно, Фрейд, берем там 200 лет назад, мы многое узнали о человеке, а человек принципиально остался такой же, там, со времен Шекспира, например. Вот мы же понимаем Ромео и Джульетту, значит, или он очень сильно изменился. И под вопрос такой, есть такое ощущение, что эпоха гаджетов очень сильно переделала человека. Когда ребенок с трех лет может познать мир, он становится другим. Это так? Или в человеке есть некоторая такая основа, что его невозможно переделать? Вы знаете, современный мир – это большое испытание для вот этого вопроса. Изменяется человек или нет. Потому что каждый инструмент, который мы получаем, это инструмент, меняющий нашу психику. До какой степени? В огромной степени. А нас тоже меняет? И нас меняет. То есть мы отличаемся от Пушкина? Мы отличаемся от людей эпохи Пушкина. Отличаемся? И от Пушкина, конечно, я лично отличаюсь. Ну, от людей эпохи Пушкина отличаемся. Безусловно. Безусловно. По целому ряду параметров. Понимаете, значит, в эпоху Пушкина, ну, там, архитектор не даст соврать, значит, трехэтажный дом – это высокий дом. Если вы восходите на третий этаж и с него обозреваете пространство, это высоко. А Каланча около Сокольников, посмотрите ее размер, метро Сокольники, значит, наверху Каланча ходил человек, который видел всю окрестность. И в связи с этим, так сказать, размерность человека меняется. Это был более человекоразмерный мир, который сейчас он огромный, раздробился и так далее. И современный человек – это человек глубоко раздробленный. Понимаете, он в единицу времени воспринимает такую информацию, за год ездится и так далее. И это отражается на нем как? Это отражается на нем чудовищным образом, потому что его целостность дробится. Это человек фрагментов, это клиповый человек. Он все время, так сказать, нигде не останавливается. И он зависим от того объема информации, который в него впихивается. И дается ему на каждом уровне. Скажите мне, пожалуйста, кто хотите. Я так понимаю, что прогресс, о котором мы так... Вот если верить вам, а что вам не верить, прогресс нас еще жизнью худшает. То есть он дает огромное количество удобств, но мы становимся... Вы описали ужасную картину меня. Это же вы про меня рассказывали, про себя, но про всех нас. Мы становимся хуже. Вы знаете, я вот глубоко верю в прогресс человечества. Но я, к сожалению, не верю в прогресс человечности. Одно для другого возможно? Это разные вещи. Человечность одно, а прогресс человечества другое. Человечество развивается, цивилизация развивается, возможности новые открываются. Мера личного участия, я не скажу, она повышается или убывает, но инструменты нашей жизни, они дают нам дополнительные преимущества. А вот что касается личного, что касается интимно-человеческого, вот тут у меня очень мало оснований полагать, что мы улучаемся. Улучшаемся, наша природа человеческая улучшается, что она серьезно меняется. Подождите, если есть прогресс человечества и нет прогресса человечности, то прогресс человечества придет в тупик. Ну вот у меня такое ощущение, что здесь есть много опасностей. Что есть прогресс? Что есть прогресс? Значит, если его просто перевести, это движение вперед. Куда вперед? Значит, ну, напомню, так сказать, вопрос там Льва Толстого, когда ему сказали, что купили новые локомотивы, и теперь можно приехать на два часа раньше из Петербурга в Москву. Первый его вопрос был, что вы будете делать эти два часа? Потрясающе. Японец в этом случае, как же описано, уберно, он садится и придается созерцанию. Скажите, а если... Я хочу сказать, Этцин Звергер сказал, замечательный поэт, он сказал, все кверху, но никогда вперед. Скажите, а если нет прогресса человечности, если мы становимся такие фрагментарные, то бороться с этим же нельзя или можно? Каждому отдельному человеку. Вот тут как раз психология. Вот тут как раз психология, как аварийная система, причем, ну, Вадим Артурович, мало того, что мой, так сказать, дорогой друг, еще замечательный психотерапевт. Но в данном случае хочу сказать, что эта система психотерапии, она аварийная. Понимаете? То есть она, так сказать, вот в большинстве своем. Это просто авария. И ситуация получается следующая, если грубо говорить, это один теолог мне когда-то в Германии вдруг сказал, что получается, что когда человек приходит к терапевту, в основном это следствие его покалеченности внешним миром. Он не выдерживает этот темп и так далее. И когда он проходит стандартный курс лечения, то его выпихивают в этот мир. И тем самым он становится на сторону палачей. То есть сначала он жертва, мы его починили, теперь он палач, он продолжает это движение. А вообще вот это такое деление, вот, Дмитрий Ильич, вот это такое деление на палачей и жертв, это как бы другого нет? Третьего не дано, что называется? Или так, или так? Нет, дано, конечно. И, в общем-то, ведь еще вот здесь интересная тема, наверное, дополнительная, это проблема психологии и общественных наук. Ведь вот когда в 19 веке мы говорили, что человек не мог сказать, я по профессии психолог, тогда мыслителям типа Маркса, они были мыслителями об обществе и мыслителями о человеке. И проблема 20 века, одна из проблем, заключается в том, что когда психология стала заниматься эмпирическими исследованиями точными, и социальные науки, экономика, социология тоже стали точны создавать модели, то каждый из них специализировался. И, соответственно, экономика создала модели, где есть человек, но человек совершенно одинаковый. Вот в Альрасовском равновесии всегда есть одинаковый человек. Там двое психологов, получившие Нобелевские премии в области экономики, это Саймон и Каннеман, они показали, что человек – это не гомоэкономика, что он ограниченно рационально, но все равно он одинаков. И вот это вот большая проблема, которая, проблема не только психологии, это проблема психологии с одной стороны и наук об обществе с другой. Вы можете четко сработать, сформулировать, проблема в чем? Проблема в том, что в экономических и социальных моделях нет разного человека. Когда, например, в 90-е годы… А в жизни есть? А в жизни есть. Вот когда в 90-е годы мы стали пытаться реализовывать у себя те системы, которые прекрасно работают на Западе, оказалось, что у нас они не работают. По той причине, что у нас человек другой. Но вот с чем он другой, это все понимают. Подождите, подождите. Это значит, что нет всеобщих законов экономики? То есть они не работают? Легко обходиться с психологией больших масс, как ни странно. И очень трудно обходиться с психологией индивидуального человека. В этом парадокс. Законы экономики есть? Если вы говорите, что они работают на Западе, а у нас не работают только потому, что у нас такие люди, значит, законов экономики нет? А, закон экономики не перекрывает законы психологии. Конечно. Я прошу прощения. А как? Не перекрывают. Я хочу тоже включиться. У нас свои законы. Канеман говорил замечательно. Да, пожалуйста. Значит, вот это все равно, что сказать, есть ли законы химии. Законы химии есть, но с водой происходит одно, с кислородом одно, с водородом другое. Да, но с водой везде происходит одно и то же. С водой везде, но с одними и теми. Есть институт физической химии и есть институт химической физики. Понимаете? Точно так же и с психологией. У психологии есть свои законы и должна быть психологическая экономика. Психологическая. Можно привести пример с монетизацией льгот. Что такое психологическая экономика? А я вам скажу. Например, монетизация льгот, которая была пару лет или несколько лет назад. Это абсолютно правильное экономическое решение. Все льготы переводятся в монету. Но в результате монетизации, когда реформу стали проводить, умерло сотня пенсионеров. Значит, законы экономики не работают. Закон экономики не может быть введен вне человека. Значит, он не всеобщий. Значит, он работает в Америке так, а в России так? Конечно, потому что в Америке другой человек, другой потребитель. Я бы добавил, что это существо с неограниченной эмоциональностью. А что это значит? Это значит, что есть восприимчивость к слову, к ситуации, к воздействию. Вот мы сейчас сидим, и вы задаете вопрос, Андрей, да? А есть ли законы экономики? Если мы сейчас с вами, скажем, вместе посоветовавшись и решив, что законов нет экономики, это будет один способ воздействия на аудиторию. Если мы скажем, что есть законы, это будет другой способ воздействия. А если мы скажем правду? А правда, знаете, это как давление, которое измеряется у человека с повышенным давлением. У него 160, ему говорят, что у него 160, у него подпрыгивает до 180. А если ему сказать, что у него 130, у него будет 160. Вот здесь есть очень серьезное соотношение между информацией, которую мы выдаем, и тем, какое влияние оно оказывает. Вот почему я говорю, что есть экономическая персонология. То есть это такое направление, где личное является очень важным, очень существенным. Ваш вопрос очень важный на самом деле. Я читал книжку Каннемана «Думаю быстро и шамедленно», которую, наверное, читало множество людей. И мне там не показалось, что он, может быть, я, конечно, не может быть, я гораздо менее образован, но мне не показалось, что он как-то считает, что законы экономики тут действуют так, а здесь действуют так. Мне кажется, что он считает, что есть такие законы, которые, в общем, действуют везде, и наша задача их принять. Все равно по-другому невозможно. Вот надо принять эти законы, или это не так? Нет, это, конечно, не так. Я прошу прощения, потому что... Вот такие авторитарные наследия есть. Да. Каннемана говорит так, а Борис Рыщев по-другому. Абсолютно. Нет, может быть, я неправильно понял. Кстати говоря, книжка Каннемана очень хорошо написана и переведена, но ее можно не понять. Это такая очень умная книжка. Возьмем какой-то, так сказать, грубый пример. Понимаете, вот это корм, это обитание хорошо там для шимпанзи, а для уронгутангов оно плохо. Значит, существуют такие понятия, как... Мы же люди все. А? Мы же все люди. И нет. Нет. Вот когда... Как нет. Нет, когда. Это на чем? Мы все, все люди, конечно. Но, вы знаете, когда вы спросили о том, какое открытие на меня произвело большое впечатление, когда я был студентом, у меня огромное впечатление произвело типология Кричмера. Кричмера такой был... Психиатр он был. И он открыл такую, значит, вещь, которую мы можем, мы не будем здесь иллюстрировать, но, тем не менее, скажем, габитус Вадима Артуровича немножко другой, чем у Димы. Это что значит? Габитус. Ну, конституция. Конституция, интересно. Как сложон. Но это же не значит... Ладонь. Но это же не значит, что на этих людей по-разному действует экономика рынка. Вот это и значит. Даже это значит. Кроме того, есть национальный характер, есть подсознательный, есть главный и так далее, и так далее. То есть это сумма неоднородного... То есть правильно я понимаю, что прежде чем любые экономические реформы или законы вводить, надо понять психологию массы. Обязательно, понимаете? И что она в разных странах разная. Конечно. Пётр Первый хотел сделать из России Голландию. Старался. Мы знаем, что это случилось. Ну, как ушел там кучу народу, каналы прорыл, а Голландию не сделал. Можно сказать ещё, наверное, что сейчас есть целые, ну, три крупных международных исследований культуры, где показаны, созданы, правда, три различные, в каждом исследовании своё, но культурные карты мира, где показано, что в разных странах есть различные системы ценностей. И, скажем, показано, каким образом эти системы ценностей коррелируют с экономическими переменными. С ВВП, например, с уровнем коррупции и так далее. То есть мы сейчас реально видим на уровне цифр, что существует связь между человеком, его ценностями, и экономикой. Сказать там общие или не общие законы экономики, наверное, это не совсем то, потому что речь, наверное, идёт не об этом. Но, по крайней мере, вот среди экономистов есть исследования в области институциональной экономики, институтов общественных. И институты, безусловно, связаны с менталитетом людей. И институты, в свою очередь, определяют в значительной степени, как работает экономика. Вот недаром говорится, что у нас должны быть институциональные реформы в стране. Хочу другой вам задать вопрос, который меня очень интересует. Я во многих книжках, скажем, у очень любимого мною автора Маслова, у Ролла Мэя, я читал, что разными местами сказано одно и то же, что понятие психологической нормы абсолютно размыто. Так ли это? И тогда, а как тогда понять, извините, нормальный человек, ненормальный человек? Ну, это такой, конечно, крайне серьёзный вопрос. Ну, понятие нормы вообще очень большое, понимаете? И для того, чтобы к нему подойти, надо что-то дифференцировать. Скажем, есть такой нормальный рост, да? Есть, так сказать, автомобильное или там какое-нибудь авиационное кресло, оно рассчитано на нормального человека. Понимаете, выше сложно, ниже сложно. Есть определённого рода нормы. Чем ближе мы к личности, тем сложнее это понятие. Ну, какие-то есть критерии, вот как, вот как, вот мы, нас смотрят люди просто, которые там не психологи все, и они говорят, у меня жена сошла с ума, потому что, а вот как понять, вот это действительно, это действительно надо уже к врачу обращаться, или это просто особенность личности? Что, вы знаете, мне кажется, что мы не сможем ответить на вопрос, что есть норма, более точно спрашивать и искать ответ на вопрос, что не является нормой. Хорошо. Да, потому что есть некий диапазон. Вы доктор наук, вам виднее. Хорошо, что не является нормой. Я не как я говорю, а как доктор наук говорит. Да, хорошо. Как я-то я знаю, что со мной по-разному. А как понять, что не является нормой? Если человек ставит перед собой цели, да, в течение многих лет, и эти цели оказываются недостигнутыми, и он испытывает очень серьёзные фрустрации по этому поводу, у него распадается его личная жизнь, он впадает в депрессивные состояния и так далее, именно потому что его сценарии, его темы, его цели оказываются систематически заблокированными, да, то мы, скорее всего, имеем дело с какой-то ненормой. Если есть расстройства памяти, мышления, которые дают эффект дезадаптации в социуме, когда страдают другие люди, то это ненорма. Смотрите, с невротами... Я хочу понять, критерий ненормы – это когда ты ставишь перед собой цели, которые ты не можешь достичь. Один из критерий. Это такой важный критерий. Важный критерий, на почве которого порождается очень серьёзный... А если ты ставишь перед собой цели, которые ты не можешь достичь, то это не приводит к фрустрации. Это возможно. Вы знаете, я попробую... Вы знаете, есть прекрасное определение невротика и шизофреника. Вы знаете, да? Значит, шизофреник знает, что дважды два – пять, и на этом настаивает. Невротик знает, что дважды два – четыре, и это его раздражает. То есть, если человек в обычных условиях испытывает постоянную фрустрацию, и это не позволяет ему реализовывать свои замыслы и цели, это проблема человека... А дальше книга Ламброза «Гений и сумасшествия», потому что этот человек может оказаться великим. Нет, понимаете, тут, опять же, давайте как бы различать разные вещи. Есть критерии. Значит, во-первых, самый распространённый критерий – это статистический. Ты как все или не как все? Дальше идёт важный критерий, вот о нём говорил Владимир Артурович, это критерий адаптивности. Вы приспосабливаетесь или нет? Или вы пришли на работу со всеми, поссорились, ушли, хлопнули дверью и так далее. Понимаете? Есть ещё целый ряд... И третий критерий – что происходит с другими людьми рядом с этим? Ну, понимаете, вот то, что вы говорите... Культурный критерий. И тогда... То, что вы говорите, любой человек, который выделяется из общего ряда, то есть те сам люди, которые двигают, скажем, любую работу, они сумасшедшие. Понимаете, вот за сумасшедшим, как говорил Полоний о Гамлете, его сумасшествие имеет свою методу. Поэтому за всяким сумасшествием, в кавычках или без, надо смотреть методу. Понимаете? Куда он ведёт? Чего он сумасшествует? Понимаете? То есть каковы его критерии, ради которых он делает? Скажем, там Сахарова помещали, среди прочих его мытарств, его помещали в психиатрическую клинику и кормили его насильно. И он, согласно критериям адаптивности, таким, сяким, пятым, десятым, действительно был не очень нормальный человек. Особенно, когда человек он доведёт до чего-то, то тут появляются всякие вещи. Но с точки зрения общечеловеческой, он был Борисом Георгием. А мы не найдём ни одного человека, который вошёл в историю, как великий писатель или политик, который был бы нормальный. Нет. Понимаете? Вот смотрите, его ненормальность находится в других этажах. Понимаете? Она находится в этажах, что он не очень хорошо общается, не очень хорошо там что-то покупает или продаёт. Исаак Ньютон был абсолютно зверюга, потому что мне о нём было известно. Но потому, куда он идёт, по тем критериям, ради которых он что-то делает, он и есть норма. Вот приходит на работу человек, огромная ситуация, который начинает со всеми ругаться, потому что работа делается неправильно. И он хочет изменить ситуацию. Он ругается с одним другим, потому что он хочет изменить ситуацию. Он сумасшедший. Это пока история. А как ему жить? А может, сейчас же? Андрей, Андрей, когда-то Ролан Антонович Быков сказал замечательную фразу, потому что большинство гениев сжигают всё вокруг себя. Вот в этом близком кругу общения они могут быть невыносимы. Но проходит какое-то время, и по его деяниям судят о том, кто он на самом деле. Ну, это мы про гения говорим. А когда человек пришёл на завод, он не гений, но просто он видит, что завод работает глупо, и он начинает всё менять. И говорит, это сумасшедший, он не адаптивный, не адаптивный. Я бы сказал так, что здесь мы входим в сложную структуру отношений с начальством, с тем, с тем, с тем и пятым-десятым. Например, вы как всем известный ведущий, у вас там есть команда. И вы знаете, что этот человек склочный и так далее, но он прекрасно снимает. Или ещё что-то. У нас нет, у нас все чудесные. Ну, это, разумеется, я не про вас говорю. Прекрасные, вы про меня говорите, я поэтому у нас всё лучше всех. Поэтому каждый, понимаете, всё, о чём вы говорите, любой момент, над ним можно зависнуть и через него увидеть мир психологии. Но для этого надо зависнуть. Скажем, если говорить о норме, то норма имеет уровни. Понимаете, можно быть прекрасным на уровне психофизиологии. Чудесным. Нет, ну, в быту же нет никаких уровней. В быту либо я этого человека слушаю и понимаю, что он такой своеобразный и необычный, либо я говорю, ребята, ну, это к доктору. Вот вы что про это? Вы так слушаете нас молча? Что вы думаете? Кто-то это затаился. Кто-то у нас возникает какие-то... Может быть, норма заключается в том, чтобы затаиться? Затаиться. Есть ли какие-то критерии в обыденной жизни? Мы сейчас не говорим про Пушкина-Вермит. Вот в обычной жизни. Вы знаете, вот в обыденной жизни – это как раз примерно то, что Вадим говорил о давлении. В обыденной жизни не надо, я думаю, нам для обыденной жизни обсуждать эту проблему. Потому что в обыденной жизни все люди либо нормальны, либо они ненормальны в том случае, если это определил врач. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения нужно подходить так. А на самом деле, конечно, проблема нормы – это большая проблема, культурная проблема. Потому что то, что является нормой... Например, Мартин Лютер. Вот он лежит больной, и он видит дьявола на водосточной трубе. Вот с точки зрения современной жизни, он явно сумасшедший. Был ли он сумасшедшим тогда? В общем, никто так это не оценил. То есть норма – это то, что связано с определенной культурной ситуацией. В культуре есть норма и есть ненорма. И это обсуждалось... Вот объясните мне такой бытовой момент. Человек пришел какой-нибудь... Я сейчас не имею в виду ничего конкретного. Человек пришел, достал автомат, убил несколько человек. Его арестовали, и дальше проводится экспертиза, нормален ли он. А нормальный человек может взять автомат и патерлипеду? Вы знаете, значит, вот есть некоторые обстоятельства, не на экран будет сказано, когда, вот скажем там, человек... Это классика психиатрическая, абсолютно нормальный, семьянин, очень устал после работы, не ел, пришел, решил выпить. Выпил чуть-чуть, берет автомат и всех стреляет. Есть разные моменты. Это нормальный человек? Это называется патологический аффект. Он может какой-то называться, но это с точки зрения всех людей, это нормальный человек, но попал... Мне не нравится дихотомия. Она дихотомия как в детстве. Ты дурак или умный? Ты нормальный или ненормальный? Она плохая, дихотомия. Дело в том, что... Я не знаю, значит, слово дихотомия, но мне, конечно, догадываешься. А как же, конечно, а как же? Либо нормальный человек, и я еще раз говорю, вот приходит человек на завод, он плохо контактирует с людьми, он очень нервный, но он хочет двигать дело. Вот я же понимаю, но... Вы знаете... Я знаю критерий. Трудовой коллектив решит. Вы знаете даже, как он решит. Я знаю, как он решит. Трудовой коллектив в первом веке нашире решил, кому надо распинать. Да, из Сократа... Я понимаю. Вы знаете, я вот вернусь к отвергнутому Фрейду, что когда к нему приходил его ребенок с каким-нибудь порезанным пальчиком, он его не жалел или что, он спрашивал, зачем ты это сделал? Значит, за этим порезанным пальчиком лежит что-то. Либо его давно не гладили по головке, либо еще что-то и так далее. Поэтому, если вообще говорить быт, то быт за бытым, вообще за любым поступком человека лежит большая история, в которой как раз вот Вадим Артуревич и копается каждый день. И так далее. То есть, на самом деле, понятие... Вот то, что я говорил с самого начала про Масло, понятие нормы размытое. Оно, ну, понимаете, когда мы говорим, машина не работает. Ну, естественно, мастер скажет, надо посмотреть там же клерки. Нет, все понятно. Она не едет, не работает. Она не едет. Едет, работает. А с нормой вот эта дихотомия называется, да? Вот так вот нету. Понимаете, значит, с нормой, с нормой, если мы будем, так сказать, штамповать нормы, не нормы, плюс, минус, мы, собственно, всю психологию выкидываем. Потому что вся психология – это копание в деталях, каждая из этих деталей имеет свой закон. Понимаете? Но при этом она не может четко сказать критериев нормы. Вы знаете, я просто как практик, наверное, могу сказать, потому что, знаете, вот если ко мне приходит человек, ко мне как к психологу, который систематически теряет контроль над собой, и не я, да, это вот такая… Это важный критерий. И я понимаю, что никакие упражнения с этим человеком, никакие словесные воздействия не могут помочь, я тогда прошу, чтобы мой коллега-психиатр разобрался в этой ситуации, потому что вполне вероятно у него такая организация его нервной системы, что она не позволяет на рациональном уровне… Но вот это же такой критерий, понятно, человек теряет контроль постоянно, понятно, что мы все… Некорригируемым образом теряем контроль. Понятно, что когда наша сборная проигрывает, мы теряем с собой контроль, мы быстро находим. Но когда человек постоянно теряет контроль, это признак ненормального. Это как бы ощущение того, что я как психолог ему помочь не могу. Скорее всего, здесь требуется другой специалист. Ну, я бы, наверное, так, Вадим. Я отвечаю на ваш вопрос, но просто… Да, очень конкретно. Да, очень конкретно, потому что речь идет не о критерии нормы, а критерии, как я говорил, ненормы, да, там, где человек выходит за какую-то грань. Вот об этом я могу говорить. А что есть нормально, боюсь говорить, потому что если я скажу, что есть нормально, то появляется риск подгонки любого человека под этот критерий нормы. И это очень опасно. А скажите мне, пожалуйста, кто хотите, в какой ситуации… Вот у нас, к сожалению, там, у нас практически нету института коучей, а то, что есть, это очень странно. В какой ситуации… Поэтому человек, когда у него возникает проблема, он идет там психотерапевту, скажем, для начала. В какой ситуации человек должен идти к психотерапевту? Когда что? Когда что с ним? Понятно, что я иду проверять сердце, когда оно болит, там, я не знаю. А когда к психотерапевту надо идти? В самом деле к психотерапевту можно идти просто для чувства комфорта. Потому что существует много различных ситуаций, когда к психотерапевту идти не обязательно, но можно. Психотерапевт – это в некоторых случаях просто есть некий вариант. Ну вот люди ходят в фитнес для тела, также можно ходить для неких духовных потребностей. Но при этом есть случаи дезадаптации, когда потери контроля или вообще систематических трудностей, страданий. Когда страдания, с которыми человек не может справляться сам, тогда уже поход к психотерапевту… А не является ли это подпиской человека в том, что он болен? Нет. Вот объясни где-то, пожалуйста. Потому что, понимаете, психотерапевт – это не врач. Не врач. Но если хотите, так сказать, есть разные попытки заменить слово психотерапевт, потому что там есть слово психотерапия. Я бы вот лично назвал бы это профессиональным собеседником. Профессиональным собеседником. Почему? Потому что если вы просто приходите к другому, то он вас слушает, при этом он там что-то смотрит, у него дела и так далее. Он не может сосредоточиться на вас. Кроме того, когда он вас слушает, это естественно, он думает о том, как он сейчас ответит. Ему хочется самому высказку. Он не видит вас. Нет. В книге Рола Мэя написано, что коуч в Америке – это человек, который обязан не иметь медицинского образования. Потому что если он имеет медицинское образование, то он смотрит на человека, как врач. А коуч должен быть человеком, который смотрит на человека, как священник, но только там есть вопросы веры, это отдельно. У нас такого нет. У нас наоборот. У нас психотерапевт – это человек, который имеет медицинское образование. Нет, 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 нет. Вот психотерапевт не имеет медицины. Ну, скажите. У нас есть медицинская психотерапия и немедицинская психотерапия. Но это отдельный вопрос, чисто профессиональный. Но это просто людям же очень важно. Они к кому приходят? Вот человеку, который ощущает какие-то проблемы, внутренние проблемы. Скажем, он понимает, что мир вокруг него негармоничен. Всё хорошо, а жизнь неплохая. Вот всё хорошо, а утром просыпаешься, не хочу жить. А всё в порядке. Он идёт к психотерапевту. Он попадает к врачу или к кому? По-разному. По-разному. Например, один вариант к врачу. А вот вы как? Вы знаете, вот там я когда-то не верил ни в какие медикаменты. Вы же доктор психологических навыков. Я не верил никогда. Раньше я не верил в медикаменты. Я считал, что это вчерашний день работы с людьми, помощи людям. Сейчас я всё больше и больше думаю о том, что нельзя быть столь категоричным. Маленький ребёнок, маленький ребёнок, он нуждается в материнском молоке. Это химия. И разговор с ребёнком, диалог с ребёнком – это молоко, которое он поглощает, когда он вместе с матерью рядом. Иногда наш организм нуждается в таких средствах общения, которые не являются коммуникацией и информацией, нуждаются в химическом обмене. И вот в таких случаях, я думаю, что иногда лекарственная терапия… А если не врач? А если не врач, то психолог, коуч, психотерапевт, психолог-консультант. Он кто? Он не врач, а кто? Он консультант. Он профессиональный собеседник. Он исследует возможности человека. Он подсказывает решения. Он наталкивает на новые… Психолог не врач? Нет, 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 нет. Нет, это совершенно твёрдо могу заявить на камеру. Психолог не врач… Более того, более медицинское мышление и психологическое мышление… Разное. Совершенно разное. И нет более трудной аудитории, в которой читаешь лекции, чем врачи. Потому что у них свой взгляд… Он замечательный, он великолепный. То есть он друг… В сущности, у человека, у которого возникает проблема, у него есть два варианта. Или идти к доктору-психологу, как он называется, как называется доктор? Если психолог не врач, я уже запутался, то идти к доктору… Идти к психотерапевту. К психотерапевту. Или есть второй вариант – идти к психологу, который не является врачом, а является очень внимательным собеседником. Нет, нет, давайте так, давайте так. Занеси. Значит, психотерапия… Классно, я хочу сказать одну вещь. У меня был один человек, я не называю его клиентом, я называю его консультированным, потому что я не хочу называть его клиентом, и пациентом тем более. Да, он консультированным. Он математик, почему очень хороший математик. Вот он, значит, у него были трудности с адаптацией, наша работа. Он защитил диссертацию, он преподаватель, он очень успехно начал. Значит, но временами он исчезает на три года, потом возвращается. И мы с ним ведем работу. И тут он мне говорит, вы знаете, я тут побывал у психотерапевта, у психиатра, у медика, у психотерапевта, медицинского. И вот вы, говорит, знаете, я вхожу в комнату к нему, в кабинет, он сидит и что-то пишет. Он взглянул на меня вот так вот, пишет и говорит, ну, наконец-то вы пришли. Ну, надо было раньше приходить, садитесь, пожалуйста. И он выписывает мне лекарство. Сразу? Это первый контакт, да. Он видит, он сразу понял, какое лекарство нужно ему выписать. Потом это лекарство начинает помогать, потом он перестает работать, потом он приходит ко мне и получает психологический опыт. Я сейчас рассказываю, это, конечно, исключительная ситуация, когда психотерапевт не вступает в ком. Но зачем? Потому что врач видит. Он больной человек, ему надо помочь. Это иллюзия очень часто. Это результат того, что нет глубины погружения в личную проблему человека. Вот почему есть некая опасность общения. А психолог, как консультант, может помочь, когда у человека какие-то там, ну, например, там кто-то умер, человек не может собрать себя. Человек работает на работе, где он зарабатывает деньги, но ему не нравится эта работа, и он мучается. Он может в такой ситуации помочь? Психолог может. Может? Вполне, конечно. И именно психолог не психиатр. Дмитрий Викторович очень неуверенно отвечает. Может? Нет, конечно, может. Просто словом? Да. Не совсем словом. Вы знаете, вот могу привести простой пример из практики классиков. К одному известному психотерапевту пришел больной, и, боже мой, пришел человек, и говорит, мне очень трудно, я страдаю, у меня умерла жена, с которой мы прожили много лет, и так далее. И кто-то его спрашивает, скажите, а жена вас любила? Он говорит, да, очень. А ей было бы тяжело, если бы вы умерли? Он говорит, да, безусловно. Вот считайте, что вы, ваше страдание – это плата за то, чтобы она не страдала. Он пожал руку и вышел. А это потрясающе, правда, это удивительно. Но это может подействовать на человека? Значит, вот тут я должен внести… Это знаменитая, очень красивая история. Ну, хорошая история. Она была, имела место совершенно, вот, и, ну, так сказать, можно озвучить, это Виктор Франкл, Виктор Франкл. А к нему пришел пожилой врач, пожилой врач. Теперь давайте вот относительно, как бы, общих вещей. Значит, я продолжу эту историю, которую, значит, конкретно это было, мне рассказывал наш замечательный коллега Федор Ефимович Васильев, прекрасный психотерапевт. Значит, молодая стажерка, психологиня, к ней приходит пожилой человек и говорит вот все то, что Дмитрий Викторович говорил. Так и так, я страдаю. Она внутренне потирает руки. Сейчас вот все состоится, вот эта красота вся, вот ей пожгут руку. И так далее, уйдут, и так далее. И говорит, а что было бы, слово в слово, если бы вы умерли раньше? Этот дяденька секунду смотрит на нее, потом говорит, мерзавка, ты что это, что это такое? А что это ты? И хорошо, тут была какая-то нянечка, которая, ну, мелок, мелок, там, туда-сюда. Но это говорит о том, что то, что подходит к одному, не подходит к другому. Абсолютно. Вот это и есть искусство, не слова лечат. Потому что это был Франкл, прошедший концлагеря. И это был пожилочный, и он его увидел. Вот я хочу вас спросить, раз вы упомянули Франкла, я всем советую прочитать книжку «Скажи жизни да». Это человек, который прошел концлагеря, он не уехал в свое время из Вены, и он решил, что концлагерь – это будет психологическая лаборатория, в которой он будет изучать человека в крайних обстоятельствах. Понятно, да, что я говорю? Он превратил своим, не знаю чем, своей душой, своим разумом в концлагеря, в лабораторию. И после выйдя из лаборатории, он написал книжку, которая сделала знаменитым. В связи с этим у меня к вам вопрос. До какой степени человек, с вашей точки зрения, может создавать… Вот Франкл создал реальность. Он взял и превратил реальность концлагеря в реальность лаборатории. До какой степени человек может создавать реальность? Я хочу ответить на этот вопрос, тоже случай из моей практики. Некоторое время назад я имел контакт, работал с девушкой, которая потеряла близкого друга. Вот в той катастрофе на реке у нас была, когда прогулочный корабль. И там был молодой человек, который умер. А у нее были сложные отношения с ним, и был какой-то конфликт за месяца-полтора до этого. А потом ее звали на этот корабль, она не поехала, и она спаслась. И вот ее преследовало ощущение вины перед этим человеком. И убеждать ее, что она не виновата перед ним, что они могли бы помириться, это было совершенно бессмысленно. Вы спрашиваете о реальности, которая может быть создана, да? Эта реальность создается в условиях психотерапии. Я предложил ей пересесть на стул этого другого человека, вот этого друга. И чтобы она мне показала, как он сидит, его позу. Чтобы она выпрямилась, потому что он выпрямился. Чтобы она подняла голову так, как он поднимает голову. Она все это... И я попросил ее сказать, а что бы он ей сказал сейчас, да, по поводу всех ее страданий. И она в его положении, в его роли, да, приняв его позу, она сказала, да знаешь что? И дальше он твердо ей сказал, что она должна делать, чтобы она прекратила этим заниматься. И она, говоря это, почувствовала его существование в себе. После этого я попросил, чтобы она пересела на свое прежнее место. И сказал, меня отпустило. То есть это значит, что с помощью такого замечательного человека, как вы, или как-то самостоятельно? Но человек сам может создать... Вот меня просто история с Франклом потрясла, когда я прочел книжку, когда я это узнал. Человек, мы же очень любим ныть про то, что мы живем плохо, но все-таки не в костлагере живем, все-таки, извините. То есть человек сам может создавать ту реальность, которая не влияет. Правильно? Конечно, конечно, может. Вы так меня смотрите, что мне кажется, что я говорю неправильно. То есть человек сам не обстоятельства создают нас, а мы создаем обстоятельства. Ну, понимаете, значит, можно так... Сейчас все не так просто, сейчас выглядели. И безусловно. Понимаете, значит, вот есть такая метафора, мне она очень нравится, хорошая метафора. Вот представьте себе, что мы вот находимся здесь, мы имеем некую опору. Вот здесь мы себя ощущаем. Значит, дальше мы идем как бы по жизни. Нам и надо идти по жизни, да? Мы строим как бы некий мост в будущее, у которого опоры нету. Понимаете? Мы, конечно, можем сказать, что, вы знаете, через два года я напишу книжку, я к вам приду, вы мне сделаете передачу. Так сегодня опоры тоже особо нету. А какая сегодня опора? Дело в том, что мы строим этой опорой. Мы строим это. Какую опору? Это другое дело. Но мы все время должны выстраивать этот мост. И вот сам человек может выстраивать этот мост. Но когда ему плохо, ему плохо его выстраивать. И, собственно, человек, который ему помогает, это может быть психологом. Скажите, это такое важное, у нас очень мало стоит времени, Миктор, все-таки это очень важный вопрос. Кто кого формирует? Мы делаем обстоятельства, и они соответствующие тому, какими мы, или обстоятельства делают нас? Ну, конечно, на этот вопрос нет ответа. Почему? В реальной жизни как же нет? Ну, понятно, что вы можете рассматривать линию детерминистическую, начиная от генетики, которую мы получили при рождении. И дальше вы можете рассматривать линию того, что человек делает в мире. Даже существует, вот скажем, если вы берете область психогенетики, там существует такое понятие генно-средового взаимодействия. То есть оказывается, что среда, которая влияет на человека, она построена и выбрана человеком в значительной степени из-за его генов. Ну, все равно, вы сейчас объясняете, почему он строит такой, ну, он же эту среду строит, выбирает. Ну, он строит, но строит такой, на которого уже подействовала среда. Поэтому это вопрос курицы и яйца, если угодно. Ну, можно и такой вот взять метафору, знаете, как говорят, условия разлука и любовь. Да, значит, если любовь сильна, а, в сравнении с костром, да, и ветром, понимаете, если костер большой, то ветер раздувает его. Если он слабый, то он его гасит, да. Вот оно как бы имеет целый ряд соотношений. К сожалению, сейчас мы проговорили и не хватило, мне кажется, времени. Три доктора психологической науки сегодня у нас были. Борис Сергеевич Братович, Вадим Артурович Петровский, Дмитрий Викторович Ушаков. А заканчивая передачу, я хочу сказать вот вам что. Мне кажется, во-первых, сегодня мы узнаем очень много полезного, на мой взгляд. Но самое главное, о чем я вам хочу сказать, что надо вот энергию познания, которая есть у всех у нас, все-таки иногда направлять на себя. Мы с большим восторгом обсуждаем политические события или спортивные. И с гораздо меньшим восторгом думаем о смыслах собственной жизни, о том, зачем мы живем, что мы делаем, с кем мы живем. Вот мне кажется, я бы хотел, чтобы вот эта передача, она помогла нам вот эту самую энергию познания направить внутрь, чтобы мы что-то больше про себя поняли, потому что, мне кажется, это в конечном счете самое главное. С вами был Андрей Максимов. Я прощаюсь с вами до сегодня. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин